Миллионы британцев работают по так называемым нулевым контрактам. Это такая форма трудоустройства, когда в договоре не оговаривается, какое количество часов должен отработать сотрудник в течение недели. Причем оплата труда по ним, как правило, ниже, минимально допустимой. Кто соглашается на такие условия и к чему это может привести британскую экономику, пыталась разобраться наш собственный корреспондент Белла Кудайбергенова. Сэм Келлахер работает барменом в одном из местных пабов графства Хатфордшир. Ему 24 года. Ни колледжа, ни университета он не оканчивал. Так что с момента окончания школы работает на низкоквалифицированных должностях и только по нулевому контракту. По сути, работник не имеет никаких гарантий. Несмотря на то, что работа вроде бы есть, нет уверенности, что за нее заплатят, поскольку работы может просто не быть. По крайней мере, ее не обязаны предоставлять. Так что обычно ему каждое утро просто приходится ждать звонка от работодателя и узнавать, выходить на работу или нет в этот день. Я работал по нулевому договору в компании по перевозке мебели, в супермаркете, на сортировочном складе, а сейчас в пабе. Хорошо, что паб находится поблизости, и мне не надо тратиться на транспорт. Нулевые контракты чаще всего заключают с продавцами, переводчиками, дополнительным персоналом кафе и ресторанов, а также курьерами и развозчиками заказов. То есть теми, кто может понадобиться работодателю в зависимости от обстоятельств. В основном по таким договорам работают женщины, иммигранты и молодые люди без опыта работы. Корпорация «Макдональдс» — лидер по количеству нулевых контрактников. Почти 90% ее сотрудников в Британии трудятся именно по такому принципу. Активно практикуют такой метод и другие известные компании. Сеть спортивной одежды «Спортс Дайрект», пиццерия «Доминос» и даже «Букингемский дворец». Работодатели обвиняют в том, что они эксплуатируют людей, которые готовы браться за любую работу. Я думаю, что некоторых людей нулевые контракты устраивают, особенно если они работают в нескольких местах или имеют детей и не могут работать целый день. Проблема в том, что некоторые работодатели не разрешают работать где-либо еще или не обеспечивают работников необходимым количеством часов. Это я считаю неприемлемым. Правительство обещает разобраться в вопросе, но в обществе очень много скепсиса по поводу скорых улучшений. Нулевые контракты выгодны работодателям, да и правительству улучшают статистику занятости населения. Так что, как пишут британские СМИ, пока люди работают по нулевому контракту, нулевыми являются их шансы достигнуть хоть какой-либо финансовой стабильности.